Гудгейм Сколько у вас игроков в команде? Хасу комьюнити любительского уровня и всего в нашей команде порядка 140 человек на данный момент. И сюда на LAN приехало около 25 человек. В разное время было разное количество, но всего около 25. Кто из них наиболее яркий представитель? Сейчас на этом LAN самым сильным игроком является Миндель. Наш Протос довольно мощный. Сейчас вроде как он уже отыграл все свои матчи, остановился на Люцифере и его выбил Люцифер. Но в целом я очень доволен результатами и той атмосферой, которая сегодня здесь происходит. С чем это связано? Вроде как далеко не прошли. Это какой-то позитивный опыт общения? Дело в том, что сегодня просто такой большой праздник StarCraft. Очень много ребят, очень много ребят из других команд. И честно говоря, я не то чтобы очень внимательно следил за результатами. Потому что все время был занят общением с кем-то, какие-то новые знакомства. Те люди, с которыми ты очень много общаешься в Дискорде, текстом, либо как-то на голосе. И ты вот их видишь прямо перед собой. И ты говоришь о привет, привет, привет. Вроде как давно знакомы, но видишь человека впервые. И всегда есть что обсудить. И вот все время в этой движне, в этой вот такой суматохе. Поэтому следить за результатами прямо вот онлайн я не успевал. Но в целом организация очень здоровская. И вот эта общая атмосфера, когда все друг друга рады, все друг друга хорошо знают. Все старые знакомые. Это еще и баркрафтовская тусовка. Это очень круто. И очень здорово, что все еще хватает у комьюнити сил проводить это. И то, что СНГ комьюнити настолько плотно друг друга знает. То есть, действительно, каждый ловит друг друга глазами. Еще где-то постоянно все знакомы. И очень мало людей, которые проходят мимо тебя и думают, господи, а кто это? Все равно, как правило, узнаешь. Ну, так или иначе общался либо до этого в Дискорде, либо еще где-то, либо пересекался на прошлых туриках. Все примерно друг друга знают. Очень приятно, кстати, видеть игроков, которые приехали в Москву ради этого турнира из других городов каких-то далеких. И вот подобные события дают поводы так собраться. Это очень круто. Из вашей команды кто из наиболее отдаленных фейсей нашей немъятной? Было много планов. Ребята должны были приехать из Омска, но там в последний момент все накрылось. Я сам приехал из Тулы. Это не так далеко от Москвы, но, тем не менее, дорога. Из Твери приехали ребята, из Петербурга приехали ребята. Ну, вот это, наверное, основные маршруты движения. Из Омска приехала каресария? Да, знаю. Девушка, да. Еще один вопрос о вашей команде. Как давно вы образовались? Какие у вас цели, планы? Ну, команда ХАСУ существует около двух с половиной лет. Это любительская комьюнити, да. То есть у нас нет каких-то жестких рамок по ММРу. Комьюнити довольно взрослая. То есть у нас, в общем-то, нет никаких детей. Все ребята взрослые. Это просто тусовка. Такая хорошая тусовка друзей, в первую очередь. И мы участвуем на разных командных лигах, на разных турнирах подобного плана LAN. То есть для нас просто StarCraft – это хобби, которому мы уделяем чуть-чуть больше внимания, чем в среднем люди уделяют своим хобби, наверное, вот так. Чуть-чуть просто более ответственно. И все. Из молодых кто-то есть? По кого бы ты выделил перспективные какие-то? Ну, тут дело не в перспективах. Из молодого поколения, которое здесь сегодня у нас – это Шейм. Парень, ну, 17 лет. Вот ему МГТУ имени Баумана. Это просто та история, когда ты следишь за игроком еще когда он там в Алмазе где-то в середине. И он прибивается к команде. Он растет вместе с командой на всех тусовках. То есть он постоянно обещает подобные мероприятия. И вот это приятно. Вот его бы я выделил именно из тех, кто сегодня здесь с нами. Вот как-то так. Команда растет, развивается, движемся дальше. Очень много планов на грядущий год в техническом смысле. Мы запускаем буквально скоро командный сайт. Причем он будет в основном для пользования командой. Вместе с сайтом запускается бот. Это такая прям техническая пара. И все это создано, по сути, для того, чтобы синхронизировать инфу из батлнета с нашим дискордом. То есть ребята пишут, программисты. Хочется сделать себе максимум удобно. Вот сейчас над этим работаем очень активно. А для чего это нужно? Ну, например, ключевая функция, когда ты пишешь в дискорде просто команду для бота. Там из серии Custom Zerg и диапазон ММР, который тебе нужен. И бот просто тут же триггерит в дискорде тех ребят, которые подходят по этим критериям тебе для кастомов. Это очень удобно. То есть и тут же в дискорде ты узнаешь про каждого чувака в дискорде его ММР, его ладерную стату, его винрейт и прочее, прочее, прочее. Ну, то есть просто, грубо говоря, мы подцепились к API Battle.net и пытаемся синхронизировать наш дискорд с Battle.net через вот эти API. Выборка идет среди тех, кто у вас в дискорде уже есть или? Да, да, именно так, конечно. Конечно, конечно. Именно те, кто онлайн, именно те, кто в команде. То есть, грубо говоря, это просто такое, знаешь, маленькое удобство, такая автоматизация команды и все. Ну, то есть просто это какие-то такие наши хобби, да. И если мы можем сделать что-то себе поудобнее, почему бы нет, тем более, если есть на это ресурс. Когда в команде 140 человек, очень много, знаешь ли, талантливых ребят по-настоящему. И есть и программисты, и дизайнеры, и прочее, прочее, прочее. Вот у вас футболки прикольные. Да, эту футболку нам дизайнила, кстати, девочка из Хоукага Театимсу на Касуре, за что ей большое спасибо. Я сегодня привез ей пряников тульских, как и обещал. Основной концепт дизайна был подан именно ей. Ну, а дальше мы там уже доработали и вот это прочее, прочее. Но основную идею взяла именно она. Логотип, правда, это наша разработка. Это мы с Шеймом рисовали в свое время. В чем для тебя лично смысл вот этой всей истории с командой? Ну, в первую очередь это комьюнити. И это такая, знаешь, отдушина. Это место, куда ты можешь прийти, пообщаться с людьми, которые тебе приятны, какие-то интересные тебе ребята. Это просто уже хорошо сбитый коллектив. И мы очень часто встречаемся вне каких-то мероприятий, просто в Москве на какие-то тусовочки. Это просто именно хорошая компания друзей. Просто большая компания, вот и все. Поэтому для меня это просто тусовка. Я всем вопрос про спонсоров задаю. Как-то вы хотите вырасти в команду, которая под каким-то спонсором работает или с какими-то партнерами продвигает профессиональный киберспорт? Я веду некоторую работу в этом ключе, безусловно, да. Потому что какая-то поддержка со стороны спонсорства и подобные партнерства открывают, конечно, большой потенциал для действий и полета для фантазии. Но, честно говоря, это не основополагающее в нашей команде. То есть, если так срастется и так сложится, я буду, безусловно, очень рад. Но если это вдруг по каким-то причинам не произойдет, мы будем двигаться дальше своим путем, как и двигались до этого, развиваться планомерно, без каких-то скачков. Поэтому, конечно, мы открыты, мы очень будем рады. Но в случае, если вдруг нет, у нас есть план развития без этого. Для того, чтобы появилось какое-то спонсорство, нужно, в первую очередь, быть к этому готовым. И, на мой взгляд, есть определенные критерии готовности к спонсорству. Я стараюсь их подтягивать. Это, в первую очередь, медийка, потому что спонсорам интересна, безусловно, реклама. Это какие-то перспективы и прочее, прочее. Я стараюсь этим условиям соответствовать и работаю над этим, это раз. И если я вижу какие-то возможности переговорить с кем-то, кому это может быть интересно, я тоже на такие переговоры иду. То есть, скажем так, активного такого поиска с пеной у рта у меня, наверное, нет. Но, тем не менее, если есть возможность, я, безусловно, стараюсь ей воспользоваться. Вот и все. Перед интервью ты говорил, что ты хочешь кого-то перемолить к себе в команду. То есть, все-таки есть какие-то амбиции именно расти по отношению к другим командам? Ну, это больше юмор, я не то чтобы серьезно с этим парнем, у меня просто старые отношения. Нет, дело в том, что я в команду хочу, конечно, некоторых ребят. И мне очень нравится с ними общаться, мне очень хотелось бы видеть их у нас в коллективе. Я знаю, что они бы подошли. То, что ты видел, это, знаешь, такое чисто локальные мемесы, известные только мне и этому парню. Тут нет чего-то такого. Но, да, безусловно, какой-то тоже подбор всегда идет. То есть, мы довольно закрытый коллектив, и к нам не так просто попасть. Потому что, во-первых, возрастной ценз. Во-вторых, ценз именно по общению. Мы стараемся выбирать комфортных людей в общении. А есть ребята, за которыми, да, я вот так охочусь, скажем так. И если мы где-то пересекаемся, я, конечно, предлагаю заехать в наш коллектив. Ты предлагаешь пряники, которых ты привез. Сколько килограмм? Слушай, ну, с пряниками это такая история, что просто на стуле действительно очень много пряников. И то, что я привез с собой сегодня там три коробки пряников, 15 килограмм. Но в этом нет никакого такого глобального события, правда. Я делаю это каждый лан, и все это уже знают. То есть, тут не новость. Все знают, что приедет Волдбой, у которого будет куча тульских пряников, и можно будет попить чай с пряниками. Это уже, в общем-то, традиция. Выходит Reforged, и некоторые коллективы уже сейчас планируют какие-то составы по третьему Warcraft. Я сам начинал с Warcraft, и к Warcraft никогда не имел какого-то отношения. Но, безусловно, в команде есть ребята, которые очень любят третий Warcraft. И сейчас у нас действительно ведутся очень много разговоров по поводу какого-то состава по Warcraft. Reforged очень приободрил. Вот эта новость очень прям, как бы, хорошо зашла, и ребята отнеслись с большими надеждами. Плюс есть такая инсайдерская инфа. Ну, думаю, раз она была озвучена здесь, то это уже не секрет. Что я, как один из администраторов Альфа-лиги, да, могу рассказать то, что, поговорив и обсудив внутри админского коллектива Альфа, мы вынашиваем мысль делать турниры не только по StarCraft командные, но и по Warcraft в том числе. Вот. Поэтому, то есть, я на твой вопрос отвечу, да, то есть, и команда думает, что, может быть, будет коллектив по Warcraft. И, как администратор Альфа-лиги, тоже, возможно, появится Warcraft. Такой вот анонс онлайн. Ну, да. Какие-то принеты, пожелания? Ну, собственно, всех рад видеть здесь, всех рад, ну, очень рад, что интерес к StarCraft не пропадает, и ребята все так же собираются, и все это происходит из года в год. Очень рад был пообщаться с тобой, вот. Пойду дальше следить за новостями команды. Спасибо. Спасибо.